В Казанском университете состоялся круглый стол, посвященный обсуждению научно-исследовательских проектов по освоению Якутии. Все подробности расскажет наш корреспондент Диана Желенкова. Мероприятие состоялось в рамках Дней Якутии в Татарстане. Участие приняли как сотрудники Казанского университета, так и коллеги из Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Актуальность изучения Якутии в том, что это самая большая территория в стране, но в ней проживает лишь один миллион человек. Поэтому вопрос освоения Якутии в первую очередь открывает перспективы использования природных богатств республики. Я много раз был в Якутии, это прекрасная природа, не просто прекрасная, она суровая, суровая, прекрасная природа. И, конечно, те растения, которые там произрастают, плоды, которые там собирают, они имеют колоссальные медицинские, биологические активные свойства, потому что они выживают совершенно в условиях, которые невыживаемые для растений. Еще одним потенциалом являются сверхпрочные материалы, которые не теряют своих свойств как при очень низких, так и очень высоких температурах. Кроме того, Якутия богата и полезными ископаемыми. Нефть, газ, алмазы, светлые металлы, золото, естественно, само собой. И очень много полезных ископаемых, которые мы еще только начинаем раскручивать сегодня. Это тоже громадный вопрос. Понимаете, конечно, освоение Якутии, вложение туда потенциала научного, это сегодня очень важно для всех. Для нашей страны в целом, конечно. По словам Даниса Нургалиева, круглый стол стал отличной площадкой для обмена опытом и практик, а также возможностью обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюс.